Так, чем занимаюсь с утра? Заливаю такое блюдо красивое. Буду выкладывать сюда печеньки. Кокосовые приготовила. Шорт с вами выставила. Показала, как готовится очень легко. Из трех ингредиентов. Дальше процедила свой жмых с вину. Ну, соки и жмых, который дня 4 бродил, стоял. Вот. Бульбашки появились. Сейчас сюда я добавлю сахар. Вот. Перелив чистую трехлитровую банку. И надену перчатку. Пробью в ней дырочку. Когда перчатка поднимется и потом опустится, вино будет готово. Здесь у меня достала орехи. Это я буду делать шоколадную колбаску. Я надеюсь, я успею сегодня сделать. Дочка давно просила, старшая. Сделаю ей. И вот такой у меня еще остаток такого печенья. Гречневого. Тоже туда пойдет. Там совсем чуть-чуть его. Очень красивое блюдо. Я так люблю такую посуду красивую. Очень люблю. Так, печеньки сейчас переложу сюда. И пойду купаться, потому что у нас появилась горячая вода. Здесь сняла вам шорт, но он почему-то получился черного цвета. Экран, только голос мой закадровый. И он не загружается на YouTube. Вот, поэтому показываю. Просто не запекла. Замариновала здесь буженину. Замотала два слоя пергамента. Вот. И она будет два-три дня. Сегодня у нас пятница. В субботу или в воскресенье я ее вечером поставлю готовить. Скорее всего, что в воскресенье. Я обычно делаю это как на ночь. Ну, перед тем, как идти уже до сна. Где-то на час ставлю в духовку. Вот. И потом духовку выключаю. И оно до утра остывает в духовке. Это мяско. Это будет буженинка, Виталинкина, бутерброд и в школу. Вот. Очень классно. Маринуется очень легко. Хотела вам снять рецепт, но не получился. Я вам быстро расскажу. Вкратце, как я мариную. Любые специи. Смешиваете соль. Туда добавляете крышечку уксуса. Ну, я крышечку добавляю. Кто-то ложечку добавляет. И масло. Любое растительное. Чтобы такая кашица была. И хорошо этой кашицей обмазываете мясом. Все. Это мяско потом заворачиваете. Я в пергаменте все выпекаю. Фольгой уже давно не пользуюсь. Мне очень нравится пергамент. А вот мои печеньки. Очень аппетитные, классные. И еще горячие, правда. Смотрите, они держат форму. Вот. Тут нету муки. Вообще нету муки. Тут только сахар, кокосовая стружка и яйца. Все. Я считаю, что это ПП-рецепт. Кто хочет, может заменить сахар. Отлично. Видите, отстают. Пергамент у меня из АТБ. Я его обожаю. Он обалденный. Своя линия пергамент. Короче, печеньки, думаю, будут очень вкусные. Вам понравятся. Можно, наверное, сюда еще и орешки добавить. Получится вообще как, знаете, батончики. Можно такие в форме батончиков спечь. Вот. Все. Сейчас буду выкладывать. Вот. И буду заниматься дальше. Надо еще животных выгулять, покормить. Короче, сегодня у меня на эпиляцию. Сегодня муж приезжает с командировки. Короче, работы хватает. Печенье, девочки. Надеюсь, они сильно за кадром чалкают. Обалденно вкусные. Можно их меньше подпекать. Но мне нравятся так. Они внутри сочные. Они сейчас остынут. И будут такие, знаете, ломкие. Форму держит прекрасно. Три ингредиента. У меня, знаете, какая идея. Я куплю кокосовую стружку. Приготовлю три таких коржа. И сделаю торт Рафаэлла. Очень вкусно. Посмотрите шорс, как они готовятся. Обалденно вкусные. Очень легко. Класс. Кто кушает, всем приятного аппетита. Вышли с собаками. У нас такое солнышко. Уже, видите, осень-осень совсем. Я хочу еще на пляже все-таки поваляться. Я еще не оставляю этой идеи. Думаю, в следующей неделе если будет тепленько. Вот. Я хочу поваляться еще на пляжике. Себя покажу. Потому что сегодня совсем не показываю. Я, кстати, зашла, занесла вещи соседке. Уже вещи отдали. Она раздавала все вещи там. Вот. Я еще два кулька занесла. Еще один шкаф буду разбирать на неделе. Она уезжает там в село к маме. Короче, приедет и я как раз в следующей неделе поперебираю все вещи. Поотдаю. Так хорошо, когда есть куда отдать. Красота. Я просто счастлива. Продолжение следует... Продолжение следует...